Для помощи всем жителям региона спасатели разработали и разместили на своем сайте специальные карты. На них указана толщина льда на самых популярных в области акваториях. Сейчас на водоемах идет активный процесс образования льда, но выходить на него в большинстве мест пока еще опасно. Спасатели устанавливают специальные таблички с предупреждениями об этом. В регионе официально открыто только несколько ледовых пешеходных переходов, и спасатели уже фиксируют происшествия на водоемах области. Буквально накануне на Братском водохранилище провалились три рыбака, один из них погиб, двоим удалось выбраться на берег. Поэтому сверять свой путь с картой рисков, опубликованной на сайте областного МЧС, будет совсем не лишним. Информация о толщине и состоянии льда будет обновляться каждый четверг. Пока на стороне спасателей погода в наш регион пришли морозы. На юге области ночные температуры приблизятся к минус 30, а дневные – к минус 20. На севере региона традиционно холоднее ночью за 30. Такая погода продержится около двух недель. Температурный режим в среднем будет на 7-10 градусов ниже, чем положено по климатической норме. Это, значит, уже считается аномальный режим. В этом году сибирский максимум пришел на две недели раньше, чем это происходит обычно. И по нашим оценкам, такой ранний приход предвещает морозную зиму.